Здравствуйте, товарищи слушатели! Сегодня, после некоторых каникул летних, весьма довольно продолжительных, мы хотим сегодня продолжить изучение основ марксизма. И на первом занятии мы хотим вам предложить работу Владимира Ильича Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Эта работа была написана Владимиром Ильичем Лениным в 1916 году, в первой половине этого года. Заняла она довольно длительное время. В это время Владимир Ильич находился в Швейцарии в эмиграции. И ему была возможность использовать довольно многочисленный материал в библиотеках швейцарских, для того, чтобы сделать глубокий анализ состоянию, в котором находился капитализм в этот период. И вот он с января по июнь занимался этой работой. Затем он передал ее в издательство. Но поскольку там в издательстве, в российское, чтобы его издать, там в основном главенствовали меньшевики, и издание затянулось, и она была издана только, на русском языке, только к апрелю 1917 года. Повторное издание этой работы состоялось в 1920 году. В 1920, естественно, году Владимир Ильич ее решил опубликовать в журнале «Коммунистический интернационал». Вы помните, что такой журнал по итогам Первого Конгресса был создан. И вот поскольку там нужно было на иностранных языках, она была издана там на двух иностранных, на немецком, на французском языках. И прежде чем начать изучать эту работу по главам, я хотел 2-3 мысли, таких очень важных для настоящего времени, из второго предисловия, которое написал Владимир Ильич, вот ко второму изданию. Вот первая мысль, которая важна для нас сейчас, на мой взгляд, вот какая. Что Владимир Ильич сказал, что частная собственность, основанная на труде мелкого хозяина, свободная конкуренция, демократия, все эти лозунги, которыми обманывают рабочих и крестьян, капиталисты и их пресса, остались далеко позади. И капитализм перерос во всемирную систему колониального угнетения и финансового удушения горстью передовых, кавычки, стран гигантского большинства населения Земли. Идилеж этой добычи происходит между двумя-тремя всемирно могущественными, вооруженными с ног до головы хищниками. Ленин называет три из них, это Америка, Англия и Япония, которые втягивают в свою войну и задележа своей добычи всю Землю. Это вот одна мысль из этого предисловия. И вторая, на которой я хотел бы остановиться. Ленин сказал, что пацифизм и демократизм вообще, нисколько не претендующие на марксизм, но совершенно затушевывающие глубину противоречия империализма и неизбежность порожденного им революционного кризиса, эти течения распространены еще чрезвычайно сильно во всем мире. И борьба с этими течениями обязательно для партии пролетариата, которая должна отвоевывать от буржуазии, одураченных ею мелких хозяйчиков и миллионы трудящихся, поставленных в более или менее мелкобуржуазные условия жизни. Вот такая вот важная мысль. Ну и третью еще мысль хочу из этого предисловия до вас довести. Из гигантской сверхприбыли можно подкупать, говорит Владимир Ильич, рабочих вождей и верхнюю прослойку рабочей аристократии. Ее и подкупают капиталисты передовых, опять же в кавычках, стран, подкупают тысячами способов прямых и косвенных, открытых и прикрытых. Этот слой обуржуазившихся рабочих или рабочей аристократии, вполне мещанских по образу жизни, по размерам заработков, по всему своему миросозерцанию, есть главная опора второго интернационала, а в наши дни главная социальная опора буржуазии. Ибо это настоящие агенты буржуазии в рабочем движении, рабочие приказчики класса капиталистов и настоящие проводники реформизма и шовинизма. В гражданской войне пролетариата с буржуазией они неизбежно становятся в немалом числе на сторону буржуазии, на сторону версальцев против коммунаров. Это он ссылается, конечно, на Парижскую коммуну, версальцев и коммунаров. Вот что хотел я из предисловия до вас довести. А теперь непосредственно к самой работе. Давайте перейдем и сегодня я вам предлагаю рассмотреть две первые главы этой работы. Первую главу Владимир Ильич назвал «Концентрация производства и монополии». И говорит в самом начале здесь громадный рост промышленности и замечательно быстрый процесс сосредоточения производства по все более крупных предприятиях является одной из наиболее характерных особенностей капитализма. Концентрация на известной ступени ее развития сама собою подводит, можно сказать, вплотную к монополии. Ибо нескольким десяткам гигантских предприятий легко прийти к соглашению между собою. А с другой стороны затруднение конкуренции, тенденция к монополии порождается именно крупным размером предприятий. Это превращение конкуренции в монополию представляет из себя одно из важнейших явлений, если не важнейшее в экономике, новейшего капитализма. И нам необходимо подробнее остановиться на нем, говорит Владимир Ильич. И, конечно, далее останавливается на этом вопросе подробнее. И говорит, полвека тому назад, когда Маркс писал свой капитал, свободная конкуренция казалась подавляющим большинству экономистов законом природы. Казенная наука пыталась убить посредством заговора молчания сочинения Маркса, доказавшего теоретическим и историческим анализом капитализма, что свободная конкуренция порождает концентрацию производства, а эта концентрация на известной ступени своего развития ведет к монополии. Теперь монополия стала фактором, говорит Владимир Ильич. Экономисты пишут горы книг, описывая отдельные проявления монополии и продолжая хором заявлять, что марксизм опровергнут. Но факты упрямая вещь, как говорит английская пословица, и с ними волей-неволей приходится считаться. Факты показывают, что различия между отдельными капиталистическими странами, например, в отношении протекционизма или свободной торговли, обусловливают лишь несущественные различия в форме монополии или во времени появления их, а порождение монополии, концентрация производства вообще является общим и основным законом современной стадии развития капитализма. Для Европы можно установить довольно точно время окончательной смены старого капитализма новым. Это именно начало 20 века, говорит Владимир Ильич. И более подробно останавливается история установления монополий. И говорит, вот основные итоги истории монополии. Первый этап – это 1860-е и 1880-е годы. Высшая предельная ступень развития свободной конкуренции. Монополии – лишь едва заметные зародыши. Второй этап. После кризиса 1873-го года широкая полоса развития картелей. Но они еще исключения. Они еще не прочны. Они еще приходящие явления. И третий этап – подъем конца 19-го века и кризис 1900-1903 годов. Картели становятся одной из основ всей хозяйственной жизни. Капитализм превратился в империализм, говорит Владимир Ильич. Картели договариваются об условиях продажи, сроках платежа и прочего. Они делят между собой области сбыта. Они определяют количество производимых продуктов. Они устанавливают цены. Они распределяют между отдельными предприятиями прибыли. То есть империализм установился окончательно в начале 20-го века. И далее, продолжает Владимир Ильич, конкуренция превращается в монополию. Получается гигантский прогресс обобщисления производства. В частности, обобщисляется и процесс технических изобретений и усовершенствований. Это уже совсем не то, что старая свободная конкуренция раздробленных и не знающих ничего друг о друге хозяев, производящих для сбыта на неизвестном рынке. Концентрация дошла до того, что можно произвести приблизительный учет всем источникам сырых материалов. Как в данной стране и даже, как видим, в ряде стран во всем мире. Такой учет не только производится, но эти источники захватываются в одни руки гигантскими монополистическими союзами. Производится приблизительный учет размеров рынка, который делят между собой по договорному соглашению эти союзы. Монополизируются обученные рабочие силы, нанимаются лучшие инженеры, захватываются пути и средства сообщения. Капитализм в его империалистической стадии вплотную подводит к самому всестороннему обобществлению производства. Он втаскивает, так сказать, капиталистов, вопреки их воле и сознание, в какой-то новый общественный порядок, переходный от полной свободы конкуренции к полному обобществлению. Производство становится общественным, но присвоение остается частным, а общественные средства производства остаются частной собственностью небольшого числа лиц. Общие рамки формально признаваемой свободной конкуренции остаются и гнет немногих монополистов над остальным населением становится во сто раз тяжелее, ощутимее, невыносимее. Вот такую характеристику дает той эпохи Владимир Ильич. И продолжает. Перед нами уже не конкуренционная борьба мелких и крупных технически отсталых и технически передовых предприятий. Перед нами удушение монополистами тех, кто не подчиняется монополии, ее гнету, ее произволу. Развитие капитализма дошло до того, что хотя товарное производство по-прежнему царит и считается основой всего хозяйства, но на деле оно уже подорвано. И главные прибыли достаются гением финансовых проделок. В основе этих проделок и мошенничеств лежит обобщисление производства. Но гигантский прогресс человечества, доработавшегося до этого обобщисления, идет на пользу спекулянтам, говорит Владимир Ильич. Вот. Ну и заключение этой главы характеристики монополии, характеристики монополии, как ее заглавил Владимир Ильич, что концентрация производства и монополии. Он говорит, монополия, вот последнее слово новейшей фазы в развитии капитализма. Но наше представление о действительной силе и значении современных монополий были бы крайне недостаточны, неполны, преуменьшены, если бы мы не приняли во внимание роли банков. То есть не только промышленные монополии, там картели и прочее, но тут в империализме очень важна роль банков. Поэтому вторую главу этой работы Владимир Ильич назвал так. Банки и их новая роль. И здесь он начинает с такой мысли. Основной и первоначальной операцией банков является посредничество в платежах. В связи с этим банки превращают бездействующий денежный капитал в действующий, то есть приносящий прибыль. Собирают все и всяческие денежные доходы, предоставляя их в распоряжение класса капиталистов. По мере развития банковского дела и концентрации его в немногих учреждениях, банки перерастают из скромной роли посредников во всесильных монополистов, тоже на стадии, конечно, империализма, распоряжающихся почти всем денежным капиталом всей совокупности капиталистов и мелких хозяев, а также большей частью средств производства и источников сырья в данной стране и в целом ряде стран. Это превращение многочисленных скромных посредников в горстку монополистов составляет один из основных процессов перерастания капитализма в капиталистический империализм, говорит Владимир Ильич, и потому на концентрации банковского дела нам надо в первую голову остановиться. То есть здесь, в этой главе он решил проанализировать именно банковское дело и его концентрацию. И далее, конечно, развивая эту мысль, он говорит, крупные предприятия, банки в особенности, не только прямо поглощают мелкие, но и присоединяют их к себе, подчиняют их, включают в свою группу, в свой концерн, как гласит технический термин, посредством участия их в капитале, посредством скупки или обмена акций, системы долговых отношений и так далее. Ясно, что банки, стоящие во главе такой группы и входящие в соглашение с полдюжиной других, немного уступающих ему банков, для особенно больших и выгодных финансовых операций, вроде главе государственных займов, вырос уже из роли посредника и превратился в союз горских монополистов. То есть и в банках наблюдается на стадии эмпирализма монополизм, говорит Владимир Ильич. И продолжает эту мысль, быстро вырастает густая сеть каналов, охватывающих всю страну, централизующих все капиталы и денежные доходы, превращающих тысячи и тысячи раздробленных хозяйств в единое, общенациональное, капиталистическое, а затем и всемирно-капиталистическое хозяйство. Мы к этому давно уже с вами, конечно, подошли. Далее, с концентрацией капитала, говорит Ленин, и ростом оборотов банков изменяется коренным образом их значение. Из разрозненных капиталистов складывается один коллективный капиталист. Введя текущий счет для нескольких капиталистов, банк исполняет как будто бы чисто техническую, исключительно подсобную операцию. А когда эта операция вырастает до гигантских размеров, то оказывается, что горстка монополистов подчиняет себе торгово-промышленной операции всего капиталистического общества, получая возможность через банковские связи, через текущие счета и другие финансовые операции, сначала точно узнавать состояние дел у отдельных капиталистов, затем контролировать их, влиять на них посредством расширения или сужения, облегчения или затруднения кредита, и, наконец, всецело определять их судьбу, определять их доходность, лишать их капитала, или давать возможность быстро и в громадных размерах увеличивать их капитал. Вот такое влияние банков на состояние дел в капитализме в период империалистической стадии. Другими словами, продолжает Владимир Ильич, старый капитализм, капитализм свободной конкуренции, с безусловно необходимым для него регулятором, биржей, отходит в прошлое. Ему на смену пришел новый капитализм, носящий на себе явные черты чего-то переходного, какой-то смеси свободной конкуренции с монополией. То есть, на начальной стадии становления империализма, смеси конкуренции с монополией. Так, и далее говорит Ленин, что касается дотесной связи между банками и промышленностью, то именно в этой области едва ли не нагляднее всего сказывается новая роль банков. Если банк учитывает векселя данного предпринимателя, открывает для него текущий счет, то эти операции, взятые в отдельности, ни на йоту не уменьшают самостоятельности этого предпринимателя. И банк не выходит из скромной роли посредника. Но если эти операции учащаются и упрочиваются, если банк собирает в свои руки громадных размеров капиталы, если введение текущих счетов данного предприятия позволяет банку, а это так и бывает, все детальнее и полнее узнавать экономическое положение его клиента, то в результате получается все более полная зависимость промышленного капитала от банка. Вместе с этим, говорит Ленин, развивается, так сказать, личная уния банков с крупнейшими предприятиями промышленности и торговли, слияние тех и других посредством владения акциями, посредством вступления директоров банков в члены наблюдательных советов или правлений торгово-промышленных предприятий и обратно, то есть правлений банков, имеют в виду Ленин. Так вот, продолжает он эту мысль, что личная уния банков с промышленностью дополняется личной унией тех и других обществ с правительством, то есть смычка идет и с правительством промышленности и банков. И поэтому, говорит Владимир Владимирович, выработка и разработка, так сказать, крупнокапиталистических монополий идет, следовательно, на всех парах, всеми естественными и сверхъестественными, говорит Владимир Владимирович, путями. Складывается систематически известное разделение труда между несколькими сотнями финансовых королей современного капиталистического общества. Далее, говорит Владимир Владимирович, получается, с одной стороны, все большее слияние или сращивание банковского и промышленного капиталов, а с другой стороны, перерастание банков в учреждения поистине универсального характера. То есть создается, так называемая, совместная деятельность и промышленного, и банковского капитала. И поэтому, говорит Владимир Владимирович, старый капитализм отжил, то есть основанный на конкуренции, новый является переходом к чему-то. Найти твердые принципы и конкретную цель для примирения монополии со свободной конкуренцией, разумеется, дело безнадежное. То есть тут уже не может быть никакого примирения в связи с ростом. И поэтому, значит, необходимо, видимо, более подробно, считает Владимир Владимирович, проанализировать, что же произошло в результате слияния банков с промышленным капиталом, и к чему это привело. О чем он будет рассматривать в дальнейших главах, а эту главу вторую он заканчивает такой мыслью, что итак, 20 век, вот поворотный пункт от старого к новому капитализму. От господства капитала вообще к господству финансового капитала. То есть создался в капитализме империализм и главенство финансового капитала. И вот дальше, в следующих главах, на следующих занятиях мы с вами постараемся более подробно рассмотреть, что же представляет собой финансовый капитал, и что представляет собой империализм в целом. Вот, пожалуйста, что я хотел сегодня до вас довести. Пожалуйста, какие есть вопросы? Вопросов целая куча. Вы как-то тоже быстро головку по Европам пробежались. Давайте начнем сначала с вступления, так сказать. Ну, давайте. Про рабочую аристократию. Вот смотрите, сейчас там в СМИ везде, уже не первый год, активно кричат, что ай-яй-яй, айтишников не хватает. При этом берем, смотрим статистику. По статистике айтишники стали получать в 2024 году даже меньше, чем они получают в среднем 22-го. То есть специалистов не хватает, а цены на их услуги падают. То же самое можно каких-то сварщиков вспомнить. Тут вдруг нам потребовали сварщики по титану и алюминию, оказалось, у нас в стране их нету, и вот уже второй год бегают, думают, где же достать сварщика. При этом денег за сварку сверхслужбочную больше платить не стали, айтишникам больше платить не стали. Более того, мы видим, платят еще меньше, чем до этого платили. В данной ситуации, да, можем ли мы вообще говорить о том, что у нас может быть какая-то осталась рабочая листопратия, когда, пользуясь тем, что у нас в том числе, прежде всего, рынок труда тоже монополизирован, и давным-давно из рабочих выжимают максимальную прибыль при минимальных издержках. Конечно, рабочая листопратия всегда существует. Но это не обязательно айтишники или сварщики. Это могут быть какие-то руководители, там, бригадиры, руководители другого звена, которые, это, руководители, а? Это уже руководители. Нет, ну подожди, они сами, бригадиры тоже работают так же, как и... Ну, это, я говорю, пример может быть, бригадиры. А могут быть специалисты... Бригадиры тоже очень недобрые. Они чуть больше получают, чем обычно. Так, в чем суть вопроса-то? Я хотел спросить, еще... А, есть ли рабочие аристократии? Конечно, есть. Вот, допустим, профсоюзы, другие какие-то организации, которые отслеживают эту проблему с рабочей силой, они, конечно, работают на пользу буржуазии. А как же? Хотя профсоюзы, это считается, должны защищать интересы рабочего класса. Нет, хорошо, понятно. Вот она, аристократия. Вот он, пример, аристократия, это профсоюз. Профсоюзные деятели, да? Вот пример. То есть те, кто работают на капиталистов, получают за это большие деньги, потому что угнетает, помогает угнетать. Конечно, да. Это рабочая аристократия. Ну да, можно так считать. Я думаю, что да. Хорошо, они соглашились. Не согласишься. Ну давай так, по-другому, давай по-другому. Не, как бы, я просто вопрос задал, по ответе. Ну понятно. Какие могут быть претензии? Могут быть очень важные специалисты, очень крупные, которые, на которых держатся, тоже могут отсюда, тем, кому повышенная зарплата, тоже сюда могут относиться к аристократии годы. Так вот, где? Ну, я не знаю. Те же сварщики по киталу. Я, например, не имею информации по всем предприятиям, так же, как и вы не имеете, какая обстановка. А почему старается буржуазия меньше платить? Ну, почему? Известно почему. Ей нужна максимальная прибыль. А увеличение прибыли, приближение к максимальной, только за счет уменьшения стоимости рабочей силы. Вот это вот, в первую очередь, главная составляющая сути стремления к максимальной прибыли. Таким образом, может буржуазия только. Ну, не только она, есть и другие слова, но это дает максимальный эффект снижения стоимости рабочей силы. Хорошо. Теперь давайте перейдем к первой главе по поводу монополий. Так. Вот Владимир Ильич пишет, что в начале века почти все предприятия слились в монополии. Ну, не все, а один. Ну, да, да. Да, вот смотрите. По отраслям. Он там более подробно, конечно, рассматривает. Он приводит примеры, как это происходило. Поэтому я что хочу, товарищи, вам сказать, что я только как бы дал вам направление, а вы сами прочитайте. Он очень приводит примеры здесь такие, очень замечательные. Просто они обширные, на них времени у нас нет. Как происходила вот эта вот концентрация капитала на создание крупных предприятий, создание картелей. Он приводит примеры и по Англии, и по Америке, и по другим странам приводит. Так что, ставьте внимание, вам станет понятнее вот этот вопрос, как это все происходило. Ну, смотрите, у нас же постоянно появляются новые отрасли, новые производства, авиация. Конечно, да. Тогда еще в 16-м году она еще практически не существовала, авиация. Сейчас вот искусственный интеллект. А нельзя ли сказать, что в связи с ростом производительности и производства будут каждый раз появляться новые производства, будут какие-то стартапы, которые там, мелкие предприятия, которые будут все равно постоянно нарастить, они все равно будут переходить в монополию, но будут же появляться новые мелкие предприятия. При капитализме, да, этот процесс будет бесконечный. Если какие-то, где-то какой-то неохваченные монополиями есть, ну, как бы, неохваченные монополиями, направление деятельности, создание каких-то продуктов, предметов потребления, и возникнут мелкие предприятия, они будут поглощаться монополиями. Как только увидят монополию, что это дает прибыль и максимально, сразу будет, создадутся условия, что эти предприятия или будут просто захвачены, или просто ликвидированы, а монополия перехватит этот процесс. Это бесконечный процесс, он будет продолжаться, пока существует капитализм. Да, да, появляются и будут появляться. То есть вы считаете, что этот процесс будет бесконечным? Да, нет, он будет конечным, когда будет побежден капитализм. Он кончится, этот процесс, а при капитализме он будет, да, продолжаться бесконечно. Хорошо, про монополии поговорили. Далее о картеле. Да, это тоже монополия. Да, вид монополии картель. Да, картель, ну, они существуют до сих пор. Да, конечно, и не только картели. Объект самый знаменитый, наверное. Смотрите, не разрослись ли эти картели до такого состояния, что у нас уже сговор идет по поводу торговли на уровне государства? Кто кому зерно продаст, кто кому... Конечно, да. Конечно, привлекается. Он уже здесь говорит, что они сливаются и с правительственными органами. Конечно, правительство, это слуги этих монополий. Они диктуют услуги, у них все деньги. Они нанимают этих правителей. И поэтому то, что требуется монополиям, то, что требуется империалистам, правители этих государств все выполняют. Так, получается, смотрите, самые страшные империалисты, это вот американцы. Ну, как-то, смотрите, они говорят, сколько данков продать Украине. Куда они могут ездить, куда не могут, куда могут ездить, куда не могут. Ну, правильно. Там наиболее богатый империализм, наиболее богатые монополии сосредоточены там, в Соединенных Штатах. Поэтому они диктуют условия. Хотя и не только они диктуют условия под Соединенным Страном, той же России. Там и Германия много захватила предприятий, и Франция захватила много предприятий, и банков. Соединенных Штатах тоже диктуют условия в нашей стране, поэтому, будь здоровы. Это трудоправить. Самое главное, в наше время, с использованием высоких технологий, они могут просто нажать кнопочку, и все. Как пример, нажали вот эти столбы в платных фарклорах. Нажали кнопочку, программное обеспечение перестало работать. И они превратились в кирпичи. Вот политика монополия. Конечно. Нет, у нас идет упаковка замещения, у нас свои столбы теперь будут стоять. Ну, столбы-то пустые, это программное обеспечение, кто остается за монополиями, они нажали кнопочку, и все. И наши, грубо говоря, сегодня то, что мы используем, вводится просто в кирпич. А хозяева-то монополии где сидят? Они ни у нас, ни в нашей стране сидят. Понятное дело. Чушь, у нас нету своих монополий. Практически нет. Ну, а то, что уже договариваются, как зерно, по какой цене продавать газ, нефть или... Конечно, конечно, так диктуют условия. Это не наши. А там, ребята, за бухром, цены, цены. Если бы наши монополии были чуть-чуть слушать, они же договаривались. У нас имеют технологичные монополии. Значит, конечно, у меня нет таких данных, но фактически диктуют условия. Нам, как стране, которая обеспечивает империализм в качестве сырьевого придатка. Ну, значит, сырьевое, монополию. Да, да, да. А зерно, продажа зерна, это тоже сырье. Это тоже сырье. А Гренагра, почему ты думаешь, что оно принадлежит нашим империалистам, капиталистам российским? Тут вопрос-то наш, капитал, а не это человечество, как мы знаем. Понятно. Граждане все равно не монополия. Какая разница с кем-то диктуют? Внутри страны, да, они все равно монополия. Внутри страны, да, это монополия. То есть, как бы вы четырех нитинных компаний соединились и сказать, сегодня мы хотим, чтобы 95-й бензин был по 60 рублей. Это уже круто, как говорило. Ну что, давайте заканчиваем. Не, 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 вы тут договорились только. Я вам сейчас так просто... Ну, давай, еще вопрос. Давай не про банки. Хорошо, вот у нас в 90-е образовалось там что-то больше пяти тысяч банков, потом они сокращались, сокращались. Ну, сейчас их там меньше тысячи, и они друг дружку выкупают. Правильно, идет концентрация, ну, все правильно. Процесс империалистический, никто его не отменял. Законы. Можем ли мы считать, что развитие банка в России уже в 90-х повторил тезис Владимира Ильича по поводу банков с начала прошлого века? Значит, здесь не совсем так, что после разгрома советской власти банки... У нас был один национальный государственный банк, который... Банк. Банка для хранения сбережений... А банк... Суть-то банка для чего? Банк нужен для чего? Чтобы накапливать средства, если он нормальный банк. Вот, не спекулянт, как вот эти всякие сейчас у нас Сбербанки, там и прочие банки, которые спекулируют, наживаясь на процентах на судах. А главная суть банка, это накопление средств и вложение этих средств в развитие производства. Вот главная суть банка, для чего нужен банк. Почему в советском государстве он был единственный государственный банк? А это вот то, что вы говорите, это его как бы отделение, сберкассы и прочее, это его отделение были. Он был единственный банк, вот этим он и занимался. А сейчас эти банки куча всяких, они занимаются спекуляцией, а не развитием производства. То есть это не банки, это спекулятивные лавки у нас сейчас в государстве. Хорошо. Вы мне прям к следующему вопросу подвели. Прямо, как Владимир Владимирович рассказывает. Тут хорошо, банки сто лет назад на Западе выкладывали деньги на предприятия и в итоге поглотили их, слилили. Правильно. Слились, нет. А в нашей ситуации наши банки не сливаются с промышленностью? Они тормозят развитие промышленности, они сливаются. Они такие задирают проценты, что брать суды у этих банков невыгодно. Проценты, понятно, они задирают, задирают три шкуры, но фактически кредиты в нашем предприятии... Кредиты, да, есть, да, но с такими огромными процентами, с такими огромными, что развитие производства практически... Ну да, у банка же цель не зависит от производства. А именно, да, вот для того и нужен банк, чтобы накапливать средства и вкладывать их в развитие производства. А для чего банк больше... А не спекулятивная лавка должна быть, а банк, это вот его основная суть деятельности банка. Суть банка понятна, но я про другое спрашиваю. Вот смотрите, сто лет назад банки поглотили промышленность... Не поглотили, а слились. Слились, слились, кстати, хорошо. Слились. У нас, вы считаете, такого процесса нету? Ну, в какой-то мере он идет, но дело в том, что... Идет, но низенько-низенько. Нет, 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 они настолько мелкие и настолько мелкими делами занимаются, что они не заинтересованы в развитии промышленности, эти банки. Но в процессе укрепления банка придет. Правильно, за счет спекуляции накапливаются средства. Но а где какие банки вкладывают, чтобы новое производство развивали? Все производства берут кредиты. Опять же, кредиты... И они на собственные деньги не работают. И все работают от кредита. Да все понятно. Так а в чем разница кредитов и разница в том, что дается суда, то есть как бы спекуляция. Или сам банк, сам финансовый капитал вкладывает средства в развитие производства, а не в спекуляции. Вот это же большая... Пойми эту разницу. Поймите эту разницу. Что лет назад на Западе были хорошие банки? Да почему... Что значит хорошие? Они занимались своим делом. Потому что да. То есть если... Да, но там... Наши плохие, наши не садятся. Почему плохие? Что за эпидет, плохие или хорошие? Я не пойму вот этого. То есть каждый занимается своим делом. То есть империалистические банки, они, да, они занимаются развитием производства, вкладывают. А как бы банки, которые подчинены, которые не являются такими, которые... Ну не только банки, а все государство, весь капитализм, который не занимается развитием производства, а занимается просто выживанием максимальной прибыли из того, что есть, а не его развитие. Вот в чем разница. И банки такие же. То есть весь капитализм такой. Давайте чуть вперед забежим. А опять же... Куда вперед? Банки. Ну, поработал Вадимир Альичал. Он в своих работах приводил примеры, что западные банки вкладывались в тогдашнюю российскую инвизировую и помощали их финансовый рынок. А у нас, в основном, было то же самое. Ну, у нас очень много банков было иностратов. Тот же, например, Росбанк. Ну, да. Со съедью, Женераль, Восток, тот же самый, который был в столице. Да, да, да. Ну, а теперь... И вот здесь, по-моему, даже в этой работе упоминается, сколько его. Ну, по-моему, у нас со съедью Централика. Это дочерняя, как бы, лавка была этого Соседа-Женераля, так? Ну, таки они просто прибыль через этот банк качали из России. Они развивали производство. То есть, опять, это же не банк. Это опять спекулятивная лавка. Хорошо. Ну, это опять спекулятивная лавка была. Сейчас он в банку нашел. А ему отдали... Он теперь отечественный. Да, и все. И опять продолжать тем же заниматься, только уже первым... Только уже наши. Да, только нашими. Я вмешаюсь. Нашими капиталистами. Столь это нашим банком, перед Великой Американской гипотезией, тоже занимались же спекуляцией. Почему-то не возникло отсутствие денег. Потому что все деньги были вложены в спекуляции. То есть, они тоже занимались же. Ну, это больше тем не занимаются. Там хорошие банки. А у нас, да, спекулятивные. Ну, как показал ипотечный кризис 2008 года, они продолжают заниматься в Америке. Ну, кстати, да. Странно, откуда это люди взялся? Ну, ладно, давайте. Мы от работы Легина уже отошли, наверное. Давай.